добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю наш канал здорово с нами и сегодня я буду говорить про лимонно эвкалиптовую чистку многие про нее слышали когда ты начинаешь ее читать там получается очень много нюансов которые я бы хотела обсудить поэтому давайте начнем что нам нужно для лимонно эвкалиптовой чистки я у меня вот такие веники я их купила в абхазии то есть но можно купить эвкалипт сушеный в пакетиках например таких да и использовать их что хочу сразу сказать по поводу эвкалипта эвкалипт это очень сильные вещества и поэтому я использую эвкалипт траву вот эти 30 грамм на 1 литр два раза то есть я взяла 30 грамм взвесила на весах положила в кастрюлю залила литром чистой воды довела до кипения кипятить 15 минут и остудить раствор можно делать заранее можно убрать холодильник можно оставить так ну если вы раствор делаем каждый день еще нам нужно будет масло эвкалиптовая в каплях очень хорошие масла есть фирме глорион есть дорогие но мне надо брать дорогие главное чтобы у вас были масла есть стикс стикс фирма тоже хорошая и нужны свежие лимоны лимоны мы будем использовать через день и нам нужна обычная соль и клизма очистительная я использую траву ромашки для очистительной клизмы можно калентулу можно траву полыни но это очистительные и теперь давайте с вами возьмем сам алгоритм что мы делаем то есть начинается чистка ночью вот первые сутки это значит вы сегодня например начинаете да и вы давите 120 150 грамм чистого лимонного сока на соковыжималки на самой обычной такой до наливаете в чашечку и маленькими глотками в течение 10-20 минут выпиваете с часу до двух часов ночи это важно потому что это время как раз активности паразитов поэтому с часу до двух не забываем что лимонная эвкалиптовая чистка она у нас противопаразитарная и она дает очень хороший результат она у нее был сильный фиброзно-кислотная мастопатия просто в ужасном состоянии кистоматки и была проблемная печень с детства с этой печенью она стояла на учете что только она не делала находилась давала кучу анализов и пцр тесты и узи и все никто у нее никаких листов не нашел и она пила разные травы и ну я не буду назвать название трав чтобы не обидеть до производителей потому что иногда травы не работают и вот она пропила эти травы сделала узи ничего не помогает и она решила делать эту лимонную эвкалиптовую чистку значит она работает маятником и она сама спросила ну там написано обычно 8 12 дней до чистка она спросила маятниками маятник ей сказал надо минимум 15 дней и вот она сделала 14 чисток ну там немножко вышла слизь там ничего такого не было 14 дней и она уже думает ну все я чистая я стерильная анализы правильные и на 15 день но так как показывал маятник и она все-таки пошла до конца и на 15 день когда она выпила лимонный сок схему мы расскажем позже у нее она где-то был ужас то есть утром вышло 20 глистов таких вот по 40 сантиметров вечером 20 и пошло поехало то есть она делала чистку 40 дней и до 39 дня с 15 по 39 день то есть 24 дня из нее перла перла и перла разные виды глистов она говорит вышел такой ленточник я специально взяла рулетку измерила полтора метра прям с головкой потом выходили какие-то 80 сантиметровых какими-то зубами как крокодил то есть разные разные виды глистов оранжевые и желтые еще что-то еще что-то какая-то слизь и когда люди говорят что это типа у вас обновилась слизистая возьмите посмотрите она прям жесткая и прям видно вот эти членики то есть это именно глисты и когда я с ней пообщалась я решила что я тоже все время сдаю и все время чищусь и у меня ничего не выходит и поэтому я тоже решила попробовать эту лимонную эвкалиптовую чистку и вот я вам рассказываю алгоритм потому что то что там прописанный патент есть у меня на сайте да это все как-то там трудно понять поэтому сам алгоритм схема значит вы берете 30 грамм листа эвкалипта измельчаете в эмалированной посуде кипятите 15 минут процеживаете закипело кипятите 15 минут процедили стоит она у вас готова теперь с чего начинаем первые сутки значит чтобы берем лимонный сок 120 150 грамм медленно выпиваем с длина с часу до двух часов ночи это важно и теперь с утра у вас готовый раствор до с утра вы писаете утро у всех по-разному но утром вы делаете обычную очистительную клизму если я например первый день вчера сделала добавила две столовые ложки соли это был ужас поэтому на меня не число просто из меня как-то все вытаскивала поэтому я поняла что надо добавлять одну столовую ложку соли одну столовую ложку яблочного уксуса и вот например и все больше ничего я не делала это была первая клизма двухлитровая очистительная вторую клизму я сделала уже с цветами ромашки или полыни или что вы хотите да то есть я сделала две клизмы по два литра очистительный потом я делаю перерыв 15-20 минут месяц как раз перерыв поэтому я как бы могу рассказать и беру вот этот раствор процеживаю его то было у меня меньше литра я просто здесь для себя сделала меточку да и добавила сюда очищенной воды теперь я это положу на дали опять в кастрюлю и подогрею до 41 42 градусов градусником посмотрю и после этих всех очистительных клизм я буду наливать вот эту эвкалиптовую здесь литр я поняла что литр вливаешь он быстро выходит и теперь я его делю на две части то есть я наливаю пол литра вторую половину мне она остается в кастрюле и я ее ставлю на водяную баню накрываю и она у меня в тепле то есть она у меня еще теплая заливая первую часть вы можете заливать сразу кого как у я просто был пациент который заливал очистительную клизму соленую и ходил с ней полчаса то есть бывает вот такие вот кишечники я например так не могу поэтому я разделила ее на две порции и заливаю по пол-литра вы можете если у вас много травы и вы можете завид приготовить две порции два литра и залить один литр если он быстро выльется залить второй потому что вот этот раствор 42 градуса на 100 эвкалипта мы должны держать 15-20 минут ну или сколько получится я например продержала вчера пять минут не знаю как будет сегодня и после этого как эта клизма вышла мы опять давим заранее у нас сок 150 грамм и ректально клизмой вливаем себе но я не стала пользоваться спринцовкой я у меня просто есть клизма тоненькая маленькая вернее там литровая и она прозрачная и я заливаю и видно сколько я завела это первые сутки утра то есть ночью выпили лимонный сок утром стали сделали одну-две очистительные клизмы по ощущению что был чистый кишечник и потом заливаем настой эвкалипта держим его 15-20 минут и после того как он вышел добавляем ректально лимонный сок это утренняя процедура но это еще не конец первых суток и вечером в 9 часов или как вам удобно делаем опять очистительную клизму вот это первые сутки вторые сутки все повторяется кроме лимона лимон не пьем и лимон ректально не добавляем то есть у вас получается вот такая схема первые сутки скажем так нечетное число до с лимоном вторые сутки четное число без лимона и вот так продолжаете у всех по-разному идет я просто читала очень много отзывов и люди мне писали вот кто делает такие чистки что у них начинает выходить и ленточники и разные разные глисты на третий пятый день ну есть вот такой пример как вот у этой девушки у которой она вышла на 15 день и выходила очень долго у меня пока ничего не вышло то есть вчера я сходила посмотрела ничего не было ходить надо не в унитаз ходить нужно ведро надо одевать перчатки и надо смотреть что из вас выходит это важно вот это все что я хотела сказать по поводу лимона эвкалиптовой чистки а да еще седьмого дня я хочу добавить обязательно вот у меня есть такой мой сбор до марса просто здесь он у меня не измельченный поэтому я его буду измельчать по по мере возможности ну по мере того как я буду принимать седьмого дня я начну пить обязательно антипаразитарный сбор потому что вот вот пример девушки который я сказала да которая прочистилась 40 дней потом пошла на ультразвук груди все прошло в матке все прошло печень была в таком состоянии идеальном что врач не поверил что вот это старые узи это ее а сейчас вот и делают и вот такие шикарные результаты но прошло некоторое время и все опять вернулась и я считаю здесь была причина в том что она не убрала цисты поэтому надо было на фоне вот этой чистки все-таки пить антипаразитарный сбор поэтому это у меня антипаразитарный сбор который именно от ленточников у меня сделан потому что обычные глисты как-то легче убрать ленточников сложнее я не знаю есть у меня ленточники но я если они есть я хочу чтобы они вышли и поэтому этот сбор я буду пить седьмого дня 21 день ну и потом я вам сейчас расскажу еще почему еще в таком виде пока я варите все процедуры делаю я делаю себе маски на лицо сейчас расскажу